Лучший способ скоротать время, пока ожидаешь очереди к врачу, уделить внимание своему телефону. Именно такого мнения придерживается большая часть людей. Гаджеты стали нашими бессменными спутниками в любой ситуации, но за такой крепкой дружбой стоит немало опасностей. Например, нарушение зрения, особенно у школьников. При этом нередкий случай, когда дети имеют проблемы со зрением и носят очки уже в достаточно раннем возрасте. Рекомендовано пользование гаджетами с 10 лет. С 10 лет по 10 минут в день. Это сложно, но это нужно сделать. Это во-первых. Во-вторых, все дети, которые старше этого возраста, и в том числе взрослые, старайтесь за 2-3 часа до сна не пользоваться гаджетами. Надо так, чтобы успокоился глазной мозг и пошли отдыхать глаза. Это важно. Самое лучшее для любого глаза – это отдых. Это сон. Поэтому вы устали, идите поспите. Пусть отдохнут ваши глаза. И завтрашнее утро они начнут работать лучше. Учебный процесс связан со значительным ростом нагрузки на глаза. Об этом не понаслышке знает восьмиклассник Ян Соколовский. Не так давно врачи обнаружили у него признаки астигматизма, и этот неприятный диагноз заставил Яну трепетнее отнестись к своему здоровью. Мама Яны рассказывает, что помимо мониторинга качества зрения, они стараются соблюдать рекомендации врача и ограничивать время, которое сын проводит с гаджетами. Он сам понимает, что в принципе везде должен быть предел разумный. То есть и пользование интернетом, и использование того же телевизора, просмотр новостей. Он у нас достаточно серьезный парень, поэтому с этим вопросов сильно не возникает. В первую очередь вы же дома видите, когда ребенок начинает щуриться. Вы же замечаете, что он ведет себя как-то необычно. Он начинает в школе плохо усваивать информацию, пропускает, что на доске написано. Это тоже обращаете на себя внимание, думаете, что он невнимателен. Но на самом деле надо спросить его, как ему видно с доски или не видно. И даже самому просто спросить, выйди на улицу, посмотреть что-нибудь вдали, спросить, видит он этого или не видит. Это первое и самое простое, что может родитель у своего ребенка проверить. Проверить зрение несложно, но благодаря этому можно решить проблему еще на раннем этапе. И провести первый осмотр можно и в домашних условиях. Для того, чтобы ваш ребенок на выпускном балу не был обременен неприятным прозвищем «Ачкарик», позаботиться о его здоровье необходимо уже сейчас. Сейчас время прогресса, любой родитель может вывести себе таблицу, вот такую для остроты зрения, поставить дома на расстоянии 5 метров и проконтролировать свое любимое чадо, видит он или не видит. Это для себя даже, так каждый человек может. Тем более во время нашего технического прогресса никаких сложностей это не составляет. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.